Велосезон завершается и самое время подвести итоги. В Гродно на этот год были запланированы амбициозные проекты. Экологически чистый двухколесный транспорт в последние годы пользуется невероятной популярностью у жителей областного центра. Однако, чтобы велодвижение становилось еще более масштабным, необходимо работать над улучшением инфраструктуры. Именно это было одной из первостепенных задач на 2020 год. Высокий бордюрный камень, отсутствие разметки, недостаток парковок, такие незаметные для пешеходов или водителей. Недочеты велосипедистам приносят серьезные проблемы, в некоторых случаях и травмы. Отрадно, что исправлять эти дефекты в Гродно взялись сообща. Власти и сами владельцы двухколесных активно вносили свои предложения. Какие места в Гродно являются наиболее неприспособленными или травмоопасными, подсказывали, где пора обновить разметку. Такая работа еще в начале велосезона была проведена в Пышках, где не раз случались конфликты между пешеходами и владельцами двухколесных. Революционное нововведение внедрили в этом году и на городских мостах. На всех мостах города также заменено тротуарное покрытие. Это те места, где могут передвигаться велосипедисты в том числе. Также много нареканий было по этому вопросу со стороны горожан. Здесь мы тоже оперативно сработали. И уже в этом году спокойно можно на этих всех местах передвигаться, на велосипедах. С учетом комфортного передвижения велосипедистов в этом году шло и масштабное обновление дорожной инфраструктуры в центре Гродно. Теперь повсюду съезды оборудованы заниженным бордюрным камнем. По аналогичным проектам делают дороги и в отдаленных микрорайонах. Хотя там порой обнажается дефицит других объектов инфраструктуры. Мы четко понимаем, что все равно сколько бы велопарков в городе не строилось и не появлялось новых, их все равно будет недостаточно, учитывая какое количество велосипедов появляется в городе. Поэтому на сегодняшний день количество велопарков приближается к 500. В принципе, учитывая какое их количество было еще 3-4 года назад, не было и 50. Мы считаем, эта работа ведется в правильном направлении. Тем не менее, конечно, их должно быть больше и больше. И естественно, со всеми заинтересованными организациями мы будем вести диалог о том, чтобы их количество росло. Значительно расширилась в этом году сеть велопроката. На улицах Гродно появилось около полутысячи двухколесных, на которых можно как стартовать, так и финишировать в любой точке Гродно. Также в ближайшее время белорусские велосипедисты обкатают и международный маршрут. Завершается проект шляхом Тезенгауза, который должен соединить два старинных здания, расположенные в Гродно и Соколке, построенные под руководством Антония Тезенгауза 250 лет назад. Современная дорожка протяженностью 59 километров уже практически завершена. Уже сейчас аккумулируются основные предложения и планы по развитию велодвижения на следующий год. Также именно в 2021-м планируют провести и те спортивные состязания среди велосипедистов, которым не довелось стартовать в 2020-м по причине эпидемиологической обстановки.